Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствую вас на канале Доктор Лисенкова. По вашим просьбам расскажу про самые важные витамины и микроэлементы после 60 лет. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, выставляйте уведомления и будете в курсе выхода новых роликов и прямых эфиров с ответами на ваши вопросы. Давайте разберемся, почему с возрастом, чем старше становится человек, тем больше вероятности, что у него появляются дефициты витаминов и микроэлементов. Во многом это связано с тем, что есть какие-то хронические заболевания и человек принимает определенные препараты. Например, прием мочегонных может приводить к тому, что выводятся важные микроэлементы. Прием препаратов для лечения сахарного диабета и ожирения, в первую очередь это касается метформина, также приводит к нарушению усвоения магния, В12, фолиевой кислоты и длительный многолетний прием метформина неизбежно приводит к тому, что пациент погружается в дефициты витаминов и микроэлементов при условии, что он их не восполняет. Такой препарат, как омепрозол и многие его братья, то есть ингибиторы протонной помпы, также приводят к нарушению усвоения многих витаминов и микроэлементов. В первую очередь, опять же, это касается В12 и магния. Поэтому, если вы принимаете по списку много препаратов, а как у нас бывает сахарный диабет, гипертоническая болезнь, гастроэзофагиально-рефлюксная болезнь, и вот вам, пожалуйста, и метформин, и амепрозол, и препараты для лечения гипертонии, включающие мочегонные препараты, конечно, может развиться дефицит. Вторая и очень, к сожалению, распространенная причина, почему у возрастных пациентов нарушается пищеварение и усвоение питательных веществ, это отсутствие зубов, либо просто плохие зубы, и отсутствие средств на протезирование. Конечно же, это приводит к тому, что пациент вынужден отказываться от определенных продуктов. Например, в отсутствие зубов крайне сложно пережевывать мясо, трудно поесть орехи, особенно твердые, и, конечно же, человек начинает отказываться от этих продуктов. В итоге это приводит к нарушению усвоения питательных веществ, и в связи с тем, что пища плохо пережевана, и в связи с тем, что человек избегает определенных продуктов, которые крайне важны, как источник витаминов и микроэлементов. Третья причина широко распространенная и на которую достаточно сложно воздействовать, это банально отсутствие достаточного количества средств для покупки качественной еды, хороших препаратов и восполнения дефицитов витаминов и микроэлементов. Четвертая причина. С возрастом естественным образом происходит снижение выработки соляной кислоты в желудке. Помимо этого могут, конечно, появляться и хронические заболевания, например, атрофический гастрит. В том числе он может быть связан с длительным многолетним приемом препаратов для снижения кислотности, например, амеброзол и все его родственники. Если у вас выставлен диагноз атрофический гастрит, то, что бы вы ни приняли внутрь, будет усваиваться гораздо хуже, чем если бы у вас этой проблемы не было. Поэтому крайне важно лечить хронические заболевания желудочно-кишечного тракта и способствовать восстановлению. Итак, какие же самые важные витамины и микроэлементы, которые обязательно нужно использовать дополнительно к своему рациону, если вам 60 и больше лет? Первое. Ну, конечно же, витамин D. У него настолько много важных эффектов, что легче сказать, для чего он не нужен. От витамина D во многом зависит плотность костей. Как известно, с возраста растет распространенность такого явления, как остеопороз, хрупкие кости. Это так называемая немая эпидемия, то есть кости не болят, пока они не сломаются. Если вы заметили, что у вас снижается рост, меняется осанка, скорее всего, есть остеопороз. Думать об этом нужно заранее и обязательно использовать витамин D. Также от витамина D напрямую зависит противовирусный иммунитет. В эпоху распространения различных вирусов это имеет огромное значение. Чем выше уровень витамина D в крови, тем легче справляться с вирусной нагрузкой. То же самое касается бактериальных инфекций. Большое значение витамин D оказывает на противоопухолевый иммунитет. Ну и, конечно же, витамин D это наш антидепрессивный витамин номер один. Чем тяжелее у человека депрессия, как правило, тем и ниже у него уровень витамина D в крови. Также хочется обратить внимание, что от витамина D очень сильно зависит работа собственных противоболевых систем. У возрастных пациентов, конечно же, есть масса хронических заболеваний, в том числе сопровождающихся болью. И часто эта боль становится хронической. Хороший уровень витамина D позволяет легче справляться с болевыми синдромами и обходиться меньшим количеством обезболивающих препаратов. Второй момент. Витамины группы B. Конечно же, вся линейка витаминов группы B очень важна, но наиболее значимые это, конечно же, B1, B6, B12 и фолиевая кислота. От уровня этих витаминов напрямую зависит работа нервной системы. Грубый дефицит витамина B12 может приводить даже к развитию деменции, то есть слабоумия. И как мы помним, принимаемые в большом количестве препараты по поводу различных заболеваний могут нарушать всасывание и усвоение витаминов группы B. Поэтому всем пациентам, особенно страдающим сахарным диабетом и принимающим метформин, а также всем тем, кто годами, десятилетиями принимает амепрозол, я от души рекомендую регулярно принимать витамины группы B. Потому что они, даже при приеме в больших дозах, также будут у вас усваиваться не очень хорошо, в силу того, что вы принимаете определенные препараты. И вам они нужны, как никому другому. Да, периодически можно использовать введение витаминов группы B внутримышечно, то есть минуя желудочно-кишечный тракт. Но мы же не можем постоянно жить на уколах. Поэтому нужно принимать внутрь витамины группы B. Ну и, конечно же, продукты, богатые этими витаминами. В первую очередь, это мясные продукты и печень. Теперь поговорим про микроэлементы. Наибольшее значение, конечно же, имеет магний. Без магния никуда. И если витамин D, это наш антидепрессивный витамин номер один, то магний – это наш противотревожный элемент номер один. Если вы плохо спите, если у вас дергается глаз, если вы боитесь потянуться, потому что вам сводят ноги, скорее всего, у вас грубый дефицит магния. Если вы постоянно живете на стрессе, расход магния огромный. А также напоминаю, что люди, у которых есть остеопороз, хрупкие кости, огромное значение для них имеет и магний, и витамин D, потому что от магния во многом зависит, каким образом будет распределяться витамин D и насколько хорошо кальций пойдет в кости. Магний и витамин D. Очень часто у пожилых пациентов дефицит банально натрия, хотя, казалось бы, поваренная соль содержит натрий. В том числе это может быть связано с нарушениями в работе, опять же, желудка, с нарушением выработки соляной кислоты. И даже если пациент пьет много воды, он может оставаться обезвоженным просто потому, что у него дефицит натрия. Вот такой вот парадокс может быть. И, конечно же, цинк. Цинк крайне важен для нормальной работы нашей иммунной системы. От цинка напрямую зависит работа обонятельного и вкусового анализаторов, что очень важно стало в период распространения вирусных инфекций. Поэтому, подводя итог, могу перечислить основные, наиболее важные моменты. Расставляем акценты. Первое – витамин D. Второе – витамины группы В. Особенно В1, В6, В12 и В9, то есть фолиевая кислота. Цинк, магний, калий, натрий. Это самое-самое важное. Конечно же, все остальные витамины и микроэлементы, они тоже нужны. Но вот это самая минимальная база, которая крайне необходима пожилым пациентам. Что я обычно рекомендую? Конечно же, в первую очередь обратить внимание на питание. Оно должно быть разнообразным. Обязательно должны присутствовать мясные продукты, морепродукты, яйца, орехи. Как можно больше зелени, потому что это прекрасный источник калия. Если есть проблемы с зубами, обязательно их полечить, озадачиться протезированием зубов, потому что пищеварение начинается в ротовой полости. Максимально сократить прием вредных препаратов, насколько это возможно. Например, вы можете сократить дозы метформина при лечении сахарного диабета, если вы будете жестко контролировать свое питание. То есть откажетесь от сахара, откажетесь от мучного. Рекомендую всем пожилым пациентам отдельно принимать витамин D в виде отдельного препарата. Неважно, в каком виде он будет. Желатиновые капсулы, жидкие, подкожные инъекции. Но обязательно должен быть отдельно витамин D в хорошей дозе. Доза определяется, исходя из уровня витамина D в крови. Обязательно отдельной баночкой должен быть магний. Особенно это касается тех людей, у которых уже есть остеопороз, хрупкие кости. Особенно те люди, которые плохо спят по ночам, жалуются на ноги, немеют, сводят, дергается глаз. Обязательно магний. И, конечно же, можно использовать витамины группы B курсами. Это может быть введение внутримышечно, это могут быть длительные курсы приема внутрь. По отдельности каждый витамин, либо комплексы. И, конечно же, с удовольствием рекомендую использовать поливитамины. Хороший поливитаминный комплекс, высокодозный. К таким комплексам относятся витамины для беременных, спортивные витамины. При их приеме вы можете получить хороший набор самых необходимых вам витаминов и микроэлементов. Обращаю внимание, что все, что я перечислила, это минималка, это база, которая крайне важна для поддержания здоровья в пожилом возрасте. Простым языком о медицине и здоровье на YouTube-канале доктор Лисенкова. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, и вы будете в курсе выхода новых роликов и прямых эфиров с ответами на ваши вопросы. Благодарю за внимание. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...